Доброе утро, Елена Алексеевна. Как говорится, хоманта. Маман привез. Здравствуйте. Это у нас сказалось, что запаха недостаточно в колбасе. Вот полюбуйтесь на нее. Понимаете? После ковида. Чесночку нужно дать еще. Натереть колбаску чесночком. Вы знаете, даже уксус не чувствовала запаха, когда заболела. Все перемихала, что только доброе. Не, ну сейчас-то ты, пристали горохи, болела она. Зачем ты? Тоже болели зимой. Тоже, да? Бонницы лежали. Нет, моя бонница. Анализы делали? 20к делали, да. Сколько поражения было? Похвастайтесь? Подтвердилось. И КТ делали потом. А. У нас температура лежала 37, наверное, в месяц. Месяц? Я вот с этим учетом, что ли? У меня 50% у болезни было. А вы не мерили? Меньше. У меня 4,4. О, так, наверное, еще и работали, когда болели. Нет? Нет, зимой. А, зимой не работает в магазин? Нет. А никого нет? Зимой 3 месяца. Мы все же месяц работали. А, как будто никого нет. 5 человек. Мы еще не распробовали просто, я так считаю. Нет. Да, ну, сколько лет. А, лет? Сейчас все на машинах. Все отбутыводительно. А я как не приезжал, все время закрыт был. Вот, ну, будь я рано приезжал, все время раньше ездил. Ну, когда здесь. В конце апреля. А, ну, будь я раньше ездил. А, ну, будь я раньше ездил. Вот колбасы ты возьми, которую я беру все время. Вот это русская, да? Ну, я не знаю, как она называется. Не знаю. Ну, русская, с жирком. Да. Петровочек он понастроили, чтоб что. Ну, да, да. Ну, и сколько нам? Полкило больше? Ну, я не знаю. Смотри, сама полкило. Ну, она, да, скучненькая. Вот, посмотри еще здесь. Мама у вас где попробует? Ну, а, да, я уже сама. Она распробовала, думаю, надо с ней ехать теперь. Ехать третий раз, намного вкуснее, как оказалось. Ну, вот так вот так. Да. Так, что еще здесь есть вкусно. А краковская действительно краковская, да? Ну, вкусная краковская, да. Вот краковская, я люблю как. Краковская вкусная. И крюшки пикантные очень хорошо бьют. Я много продаю. А, копчененькие. А как их готовить? Надо разогревать? Их прям сразу. Ням-ням. Так они же холодные, нет? Ну, они холодные, да. Ну, подогрей микроволновки. А карточкой можно у вас, да? Да. Кто греет, кто не греет. Ага. Ну, мое. Сегодня пенсия должна быть. И не прислали. Никак погресть. Ну, даю. Вот надо мороженое взять. Мороженое возьмем. Давай попробовать. На. Может быть, на 40 пенсии не попробуем. Наверное, на 2-е вам поделим. Наверное, как ламп. Да. Странно даже. Ну, они нуждающиеся. Ну, что, краковку нет, вот так вот. Так, ну, посмотри, вот здесь вот список еще. Вот я тебе говорил, так я не знаю. Тут ментай, окунь, филе ментая. Серьезно? Да, филе. Там ни одной кости. Возьми, возьми. Это как в коробочке или без коробочке? В коробочке, да? Ну, возьми. А, это парш. А, это подождите. А, вот это, да, филе? Обалденная. Ну, возьми, возьми. Вот какая-то печень или, вот это вот, это, куриная, наверное, печень. Ну, то, что ты, я тебе говорил, я увидел крайне благо. Ой, павловская курочка. Первый раз слышу. Я не знаю, сколько она стоит. То есть, филе ментая. Печень говяжья, печень куриная. А, 240 я так и посмотрел, да? Да. Это что ж там, сколько грамм-то? А, килограмм-то. Килограмм. Я всё паштет делаю из печени. То есть, не один, а не обыкновенная. А мы вчера делали. Какая-то? Невестка привезла сердечки и печень. Всё через мясорубку. Я не знаю, действо добавляла, нет? И оладьи пекла такие. Сердечки вместе с печенью. Ну, да. Тоже вкусно. Так он такой жидкий получается. Да, вкусно было? Да. Ну, яйцо туда добавить. Да, немножко мучки, наверное, давать. Я не знаю даже. Она привезла уже готовую сюда. Дом-дом. Ну, да. Вкусняти. Где-то на сковородке. А тут печень и сердечко. С сердцем. С сердцем. А у вас там уже сердце есть. Игорь, нагормила нас, нажарила. Вот герб я тебе сказал. Вот вырезанный. Вот я тебе вчера рассказывал. Вот сердечко. Я всё в точности рассказал про дуб, про этот виноград. Символ достатка. Что змея? Это вот змея. Закройте. Сейчас закрою. Я хотела это. Он меня слёг. Мопед кто-то продаёт. А это ленинградская область, да? Или чья? Ну, поздно. Мы забрали на этом, наверное, на хронической базе. Так. Калорийность. А изготовитель. О-о-о. Мороз. Ну, наверное, нормальная. Хорошо, что заморозит. Ну, мы жали её. Вот её просто, просто жали. Нам некогда здесь возиться? Ну, да. Мы жали, нормальная. Сейчас ещё разчёт. Посмотрим, что ещё у вас есть интересного. Вот не подскажьте, а вот этот сыр лежит. Вот кусочками. Ну, конечно, он не финский, это понятное дело. Ну, а как бы вы не пробовали? Как бы вы оценили? А вот этот сыр, допустим. Лисовой? Ну, да. Вот этот, вот. Первый-то? Да. Ну, Маздам нормальный. Ну, из дешёвых, наверное, не очень. Я так думаю. Маздам-то вообще настоящий, то он же как бы это... Подороже, да? Подороже, да. Конечно. А как лет как мне добраться? Да как лет? Здесь же индейки. Арина, помоги. Сюда. Тоже вольны. Заморозим. Так, там корот. А вы откуда приехали? Ну, Новая Токсова. Новая Токсова. Ну, да. За Матоксу. Садоводство Садоводство Садоводство. За Гарболово, Матокса. Новая Токсова. На Лехтусе. На Лехтусе. И там уже Новая Токсова. Там у вас дача, да? Да. Да. Не знаю, может быть зиму опять будем жить. Мы ту зиму в городе жили, а поза ту, когда вот это было... Да. Да, когда тяжелые были эти заболевания, мы в городе жили. А приехали в город следующей как бы зимой и залетели мы на этот самый, на легкий вирус. Как он там назывался, я не знаю. Омикрон. Да, 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 омикрон. Сейчас я принесу. У меня в рюкзаке там. Омикрон. Продолжение следует...